Нургуль Ешельчай, Эркан Петикаян, Эбру Оскан, Джамаль Хюнал, Толгатикин, Нурсель Кёсе, Эртугрол Пастаглу, Юне Шамер, Эльвин Айдугду, Алина Бос, Бурак Таскапаран, Лейла Танлар, Послыхан Капаншахин, Гамзе Балын. Композитор Айше Андер Маньки. Сценарий Илдес Тунч, Мурат Литфу, Метин Али. Режиссер Дживдет Мирджан. 23 серия. Я понял. Как же я по тебе соскучилась. Как ты, доченька моя? Счастлива или нет? Я беспокоюсь за тебя. Ты мне часто снишься, Хазал. Какой еще штраф? Я недавно заплатил за прошлый месяц. А в этом месяце есть еще время. Мне что, адвоката менять? Разве можно говорить по телефону за рулем? Отключите. Тебе какая разница? Не видишь у меня дела? Господин адвокат, откуда появились эти штрафы? Вам не стыдно влавоваться в дом из-за каких-то там грошей? У меня там жена и дети. Остановите, мы сойдем. Остановите машину. Алло. Алло, я с тобой разговариваю. Разговариваю. Иди сюда. Что ты делаешь? Как это не выйдешь из дома? Ладно. Жди меня. Останови машину. Ты что, убить нас хочешь? Останови. Мама! Смотрите, такси упало туда. В яму. Вызовите кто-нибудь скорую. Скорее. Скорее. Надо позвонить в полицию. Скорая, алло. Машина упала в котлован. Мама! 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 Моя нога! Мама, спаси меня, пожалуйста! Моя нога! Мама! Хазал! Что с тобой, доченька? Мама! Хазал, доченька, есть тут кто-нибудь? Помогите! Скорее, скорее! Сюда! Это здесь! Пожалуйста! Вон туда упала машина! Разойдитесь! Разойдитесь! Всем отойти от края! Помогите! Мама, я не могу пошевелить ногой! Я тебе помогу! Потерпи немного! Потерпи! Помогите! Есть тут кто-нибудь! Помогите! Как это? Она ушла с занятий? Спасибо, госпожа директор! Я прошу у вас прощения вместо Хазал. Я приму меры. Спасибо и удачного вам дня! Ну, что мне с тобой делать, Хазал? Ваш зеленый чай, госпожа дилера. Госпожа Эмине, принесите мне кофе, пожалуйста. Слушаюсь. Эмине, Эмине, сделай кофе в моем большом стакане. Слушаюсь, господин Рахни. Что случилось, доченька? Ты вся бледная? Папа, я скоро сойду с ума. И это сделает Хазал, сведет меня с ума. Ей не помогли ни психолог, ни что-либо другое. Что она опять натворила? Она списывала на экзамене. А ты чего ожидала? Думала она сообщить тебе, что Хазал лучшая ученица школы? Это не все, папа. Она списывает, говорит, что учится за деньги и хлопает дверью. И ты удивлена? Конечно, удивлена, папа. Какая же это невоспитанность? Что значит, я плачу за учебу? Диляр, доченька, не стоит недооценивать Хазал. Она не так проста. И что это значит, папа? Ладно, давай не будем сейчас об этом. Папа, скажите, что это значит. Но ты и так расстроена. Не хочу тебя расстраивать еще больше, доченька. Забудь пока. Куда уже больше расстраиваться, папа? Скажите, пожалуйста, не томите. Ну, только спокойно, доченька, хорошо? Обещаю. Спокойно. Пожар в конном клубе устроила Хазал. Папа, что вы такое говорите? Так и есть. Папа, я прошу вас. Я понимаю, что вы так и не смогли ее полюбить, но она всего лишь ребенок. Вы слишком подозрительны. Слишком. Ты сказала подозрителем? Ладно. Минутку подожди. Я вернусь. Сколько там людей? Не знаю, комиссар. Кажется, два человека. Кто здесь главный инженер? Я, господин комиссар. Не подходите сюда. Отойдите назад. Назад отойдите. Пожалуйста, оставьте ваши комментарии. Отойдите, отойдите. Хазал, я прошу тебя, доченька. Хазал, потерпи немного, я с тобой. Я вытащу тебя отсюда. Я тебя спасу. Я спасу тебя, Хазал. Что это такое, папа? Что это? Видишь, как она держит руку? И еще прикидывалось, что она кипяток на руку пролила. Диляра, порой гены дают сбои. Что она за монстр? Говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Но эта пословица не про нее. Я не понимаю, почему она так поступила? А еще она чуть не умерла от инфекционного заражения, когда пыталась скрыть рану. Я понимаю. Она всего лишь ребенок. Она может сбежать с уроков, подраться, списывать. Но это выше моего понимания. Да как это вообще возможно? Это же настоящее преступление. Думаешь, ее что-то остановит, Диляра? У нее перед глазами пелена. Она на все способна. Ее воспитали ужасным ребенком. Лошадь Джонсу пострадала и теперь не может даже нормально бегать. Пусть теперь празднует ведьма. Я не понимаю, почему она это сделала? Я тебе поражаю, Диляра. Она все делает из зависти. Она не выносит успехов Джонсу. Она просто задыхается от зависти. Папа, ну что это за зависть такая? Как можно так завидовать, чтобы устроить пожар? Ты радуйся, что мы еще легко отделались, Диляра. Если бы в пожаре кто-то погиб, мы бы сейчас слонялись по судам и прокуратурам. Мама, тут неужели никого нет? Джихан. Моя нога. Доченька, я тебя вытащу отсюда. Джихан, подними трубку. Мама, помогите кто-нибудь. Что у нас тут? Положение очень тяжелое, комиссар. Вчера был дождь. Почва насквозь промокла. Если будет оползень, они останутся под машиной. А нет возможности поднять машину краном. Помогите, помогите. Мама, я тебя вытащу отсюда, потерпи немного. Мама, помоги мне, пожалуйста. Как давно вы знаете, что пожар устроила Хазал? Уже достаточно. Серьезно? Почему вы скрывали это от меня? Я думал, как-то все устроится. Но, Диляра, Козни Хазал на этом не заканчиваются. Папа, не пугайте меня, пожалуйста. Разве еще что-то есть? Она нашла видео Олега и Джихана. У меня на ноутбуке угрожало мне. Представляешь? Что? Да. Она вас шантажировала? Да. Нагло шантажировала. Сказала, что мне конец, если Джихан узнает, что все это подстроил я. Что это за ребенок? Тебе же было интересно, как все попало в интернет. Воры покопались в ноутбуке, и, о чудо, скандал для желтой прессы. Они выложили в интернет. Какому нормальному человеку придет в голову все это? Объясни мне. Папа, я могу на многое закрыть глаза, но это уже слишком. Хазал больше не может жить в этом доме. Надеюсь, ты ее не отправишь к Гюльсирен. Она и так забрала Джансу. Конечно, я не отправлю ее к Гюльсирен. Почему я должна ее так радовать? И что ты сделаешь? Я отправлю ее в закрытую школу. Что? Джихан никогда не позволит этого. Он тебе такой разнос устроил. Неужели? Тогда посмотрим, что он скажет, когда узнает все, что она натворила. Ты хочешь нас погубить? В каком смысле, папа? Все станет известно Джихану. Она ему расскажет, что ловушка с Олег была подстроена мной и тобой, а потом попробуй остановить Джихана. В чем проблема? Почему вы до сих пор не можете попасть на место аварии? Дело в промокшей почве. Она после дождя слишком неустойчивая, и есть опасность оползня. Это очень опасно. Как вы собираетесь вызволить их оттуда? Есть несколько вариантов. Мы пытаемся выбрать самые оптимальные. Я пойду с вашего позволения. Извините. Спасибо. Мама! Мама! Что за бесстыжая женщина? Кто это? Бульсерин. Ну, ответь, узнай, что она хочет. Но папа... Опять звонит? Ну, ответь, у нее же сто процентов проблемы какие-то. Так ты смеешь звонить мне? Диляра, прошу, выслушай меня. Откуда в тебе столько смелости? Неужели ты стыд потеряла? Диляра, мы попали в аварию. Что? Мы попали в аварию. Хазал умирает. О какой аварии ты говоришь? Диляра, я прошу тебя, помоги. Что там случилось? Где вы? Я забрала ее из школы и везла домой. По дороге есть строительный котлован. Мы упали в него. Помоги, пожалуйста, Диляра. Не дай моей дочери умереть. Я умоляю тебя. Помоги нам. Диляра. Папа. Они попали в аварию. Скорее поехали. Хорошо, я посмотрю в интернете и напишу тебе. Ладно. Хорошо? Дженсу? Дженсу? Что случилось? Ты слышала? Что слышала? Про Хазал. А что она опять натворила? Ее поймали, когда она списывала. Это немыслимо. Учительница нашла у нее шпаргалки. Она отменила экзамен и отвела Хазал в кабинет директора. Ты представляешь? Вот глупая. Не могла сама написать. А знаешь, что сделала Хазал? Она хлопнула дверью и ушла из кабинета. Что? Весь класс просто в бешенстве от того, что опять будет экзамен. Учительница очень сильно разозлилась. Она требует дисциплинарного наказания. Ладно, до встречи. До встречи. Госпожа, туда нельзя. Там моя дочь. Могу я ее увидеть? Там очень опасно. Вам туда нельзя. Пустите, пустите, прошу вас. Госпожа Деляра, все устроится. Прошу вас, успокойтесь. Как я могу быть спокойна? Почему вы до сих пор ничего не предпринялись? Мы все пытаемся им помочь. Прошу, успокойтесь. Успокойтесь. Я не понял, почему мою внучку не вытаскивают из котлована? К сожалению, ей ногу придавила машина. Машина придавила ей ногу, она не может пошевелиться. Что? Почему вы ничего не предпринимаете? Сколько часов ребенок внизу? Госпожа Деляра, скоро вашу дочь вытащат оттуда. Я не могу больше ждать. Я позвоню нашему человеку, папа. Алло, Синан? Синан, ты мне очень нужен. Ты можешь немедленно подъехать? Здравствуй. Алло, я поздоровался. Ты что, не слышишь? Слышу. Что делаешь? Пытаюсь вести концы с концами. Не понял, ты у нас слесарь или бухгалтер? А кто чинить машины будет? Посмотрю хоть их. Надо оплатить аренду. Электричество. Надо купить новые запчасти. И еще надо заплатить ущерб хозяину машины, которую разбила глюзерен. И как все это сделать? Скажи мне, пожалуйста. Тут проблема в двигателе. Алло. Я про деньги говорю. Подожду деньги. Я же сказал, что заплачу за все. Нет, так дела не делаются. Неужели? И как же они делаются? Он еще меня спрашивает. Ты же обещал мне принести деньги. Так где они? Энгин, я же сказал, заплачу. Но что ты все время ноешь? Я ною. Какое я имею отношение к твоим проблемам с глюзереном? Разве я сказал, чтобы она тут все снесла? А разве я подал на нее в суд? Я все время страдаю из-за тебя. Все время. Энгин, ты совсем не соображаешь. Читай покупок. Заплачу. И точка. Точка? Заплатишь? Ты приехал из Германии без копейки в кармане. Я принял тебя, как своего старого друга. Посадил тебя за свой стол. Принял на работу в мастерскую. И это твоя благодарность. Не заставляй меня проломить тебе голову из-за пары грошей. Ах, вот как. Ну на, давай проломи. Что ты делаешь? Попробуй, пробей мне голову. Ты думаешь, я испугаюсь? Что ты несешь? Неужели мы поругались с тобой из-за каких-то вшивых денег? Мы же друзья. Да, я тоже так думал. Я тоже думал, что мы с тобой друзья, братья. Но нет, это не так. Не приходи сюда, пока денег не принесешь. Ты меня прогоняешь. Я про деньги тебе говорю. Хозяин машины названивает каждую секунду. Энгин, ты только посмотри на себя. А еще другом не назывался братом. А мне хоть раз была польза от твоей дружбы. От тебя одни проблемы и убытки. Твой брат точно не придет. Он работает в автомастерской. Да и что мы такого делаем? Просто сидим, трапезничаем. Кстати, кстати о еде. Спасибо, что купил столько вкуснятины. Ешь, милая моя, ешь на здоровье. Когда ты ешь с таким аппетитом, у меня в душе словно розы распускаются. Кириман. Я стараюсь промолчать, но не могу. Не могу. Эта адвокатша вас обведет вокруг пальца. Ты попробуй объяснить это моему твердолобому братцу. Она отсудит у больницы много денег, а скажет, что отсудили гроши. Все адвокаты такие. Думаешь, я не знаю этого, Осман? Я покой потеряла. Уснуть ночами не могу. Она уже сказала, что заберет половину отсуженной суммы. Она уже призналась в этом. Представляешь? Что? Что ты говоришь? Да, госпожа отсудит у больницы сумму за моральный ущерб и заберет себе половину. Что? Что? Стоять бояться. Куда же эту кобылку понесло, а? Ну, получим пять миллионов и половину отдадим ей. Вы молча дадите ей загробасток такие деньжищи? Я стараюсь промолчать, но ты меня прости. То, что вы делаете, это ошибка. Так нельзя. Сколько вы натерпелись на этом суде, а эта адвокатша молча заберет? Нет. Ты сейчас кричишь, но во всем виноват твой племянник, Осман. Это почему? Потому что он отказался от дела. Кто? Сами? Да быть не может. Он никогда не откажется от такого дела. Я-то его знаю. Что ты? Иск на больницу он согласился подать, но от второго отказался. От какого второго иска? Иск об опекунстве. Оскан хочет, чтобы Дженсу законно признали его дочерью. Хочет дать ей свою фамилию. Объясняю. Я уже почти убедила Оскана. Сказала, что деньги большие, и каждому адвокату такое дело доверять нельзя. Я посоветовала ему сами. Объяснила сами, в чем дело. Сами согласился подать иск против больницы. Но когда он отказался от иска об опекунстве, Оскан просто взбесился. Взорвался. А второй иск подавать обязательно? Обязательно. Обязательно. Оскан просто из кожи вон лезет, хочет дать Дженсу свою фамилию. Представляешь? Фамилию. Да, фамилию. Он же Оскан Обама. Гюльпенар и Гюрпенар. Разница в одной букве. Слушай, я с тобой опьянел даже с Айраном, Кериман. Неужели? Тогда я еще принесу. Неси, неси, шаловливая моя. Принеси мне Айран. Вот идиот сами. Ну и недоумок. У тебя котелок совсем не варит. От него никогда не было толку. Сестра, поставь чайник. Не беспокойся. Сиди, я отдыхаю. Чай, кофе, козировка, содовая. А мы просто тут шашлыки ели. Я сейчас и тебя, и твои шашлыки. Разве я тебе не говорил больше не приходить сюда? Я пришел сюда из-за иска. Тебе какое дело до моего иска? Оскан, что ты делаешь? С ума сошел? Я знаю одного хорошего адвоката. Отпусти его, Оскан. Отпусти, я тебе говорю. Утверждает, что это дочь Джихана Герпынара. Это же Гюльфирен. Это же Хазал. Хазал, Хазал, Хазал. В связи с неустойчивостью почвы работы в котловане вестись не могут. Мне тоже пойти с вами? Моя нога. Моя нога. Моя нога. Наконец-то приехали. Пустите, пустите меня туда. Гюльфирен, Хазал. Пустите меня. Я ее отец. Я отец этой девочки. Оскан. Гюльфирен, Гюльфирен. Оскан. Не бойтесь, я вытащу вас оттуда. Объясните мне, что произошло. Откуда эти еще появились? Опа. Гюльфирен, аварийная машина уже подъехала. Гюльфирен, сестра моя. Пустите, пустите. Сестра, и мой брат, и ее отец. Что-то я запуталась. Это альбатаж? Да, это прямой эфир? Минуточку, минуточку. Минуточку. Так, сейчас. Дайте, дайте мне пройти, дайте мне пройти. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Кериман Общитепе. Я тетя девочки, которая попала в аварию. Я вырастила ее собственными руками и повидала много горя, когда ей исполнилось 15 лет, мы узнали, что ее перепутали в больнице. Это очень богатая и влиятельная семья. Мы отдали девочку им, а потом, потом мы отдали ребенка им. Мы, мы люди нежадные. Совсем не жадные. Она с ума сошла, папа. Она говорит глупости, пожалуйста, уберите ее. Хорошо, доченька. Хазал, наша маленькая девочка. Услада наших очей. Мы отдали ее богатой семье, чтобы она жила в достатке и в счастье. Но, к сожалению, они... Госпожа Кериман, госпожа, что ты здесь делаешь? Господин Рахмей, милый, пусть все пройдет. Что ты здесь делаешь? Я пришла сюда ради Хазал. Забирай своего брата и уходите отсюда. Думаете, у меня столько сил, у меня на него сил не хватит. Идите домой, посмотрите все по телевизору. Пока Хазал оттуда не вытащат, я никуда не уйду. И где мой брат? Где мой брат? Да вот, возьми, поймай такси и уезжай. Посмотришь, что дома, чай попивая. Это по всем каналам идет. Куда я поеду? Я сюда приехала по зову сердца. Господин Рахмей, я это делаю не ради денег. Не хочу путаться под ногами. Господин Рахмей. Ладно. Скинешь мне на телефон, все, ладно? Я не хочу волноваться. Ладно, хорошо, все. Давай, езжай. Езжай. Хорошо. Господин комиссар, как я могу помочь? Никак не можете, уберите его отсюда. Уберите. Что вы делаете? Там моя жена и дочь. Да кто вы вообще такой? Убедите, убедите его отсюда. Что он вообще здесь делает? Убедите его быстрее, быстрее убедите. Что вы его слушаете? Только его здесь не хватало. Кто он вообще такой? Отойдите и успокойтесь, прошу вас. Успокойтесь. Почему нас не вытаскивают отсюда, мама? Сейчас нас спасут, потерпи немножко. Я умру здесь, да? Нет, не смей так говорить. Наверху кто-то есть, смотри. Потерпи немного, доченька. Как же мне больно. Все будет хорошо, милая моя. Все будет хорошо. Почему мы до сих пор здесь? Наверное, мы ждем подъемный кран. Осталось немного, доченька. Почему мы до сих пор здесь? Есть какие-нибудь новости? Длины лестницы не хватило, а почва промокла насквозь. Главный инженер сейчас вам все объяснит. Спросите. Почва, на которой стоит автомобиль, слишком неустойчива. Может быть, оползень? Мы пока ничего не можем сделать. Сейчас подъедет подъемный кран. Мы попробуем зацепить машину и спасти девочку. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Не за что. Почва слишком неустойчива, поэтому они не могут спуститься. Сейчас подъедет подъемный кран, и они попытаются зацепить машину. В самом центре Стамбула ужасающая катастрофа. Машина вылетела, и поэтому они не могут спуститься вниз. Сейчас подъедет подъемный кран. Строители и полиция пытаются найти выход из... Слушаю, дедушка. Озан, выслушай меня спокойно, сынок. А что случилось, дедушка? Хазал попала в аварию. В таксе, в котором она ехала, упала в строительный котлован. Что? Мы с своей мамой на месте происшествия, сынок. Сейчас пытаются спасти Хазал. Дедушка, а как ее состояние? Мы пока ничего не знаем. А где вы? Я сейчас приеду. Не надо, не надо приезжать. Ты езжай к Джанцу, внучок. Джанцу ни о чем не знает. Побудь с ней. Хорошо? При чем тут Джанцу, дедушка? Разве она не со своей родной матерью? Гольцерен была в одной машине с Хазал, милый. Сделай так, чтобы Джанцу ни о чем не узнала. Не хочу, чтобы она впала в панику. Нет, дедушка, так нельзя. Я заберу Джанцу и приеду к вам. Не зли меня, сынок. Ее матери угрожает опасность. Не позволяй Джанцу смотреть телевизор. Я надеюсь на тебя. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и упал в котлован. О состоянии водителя пока ничего не известно. Нога одной из пострадавших зажата автомобилем. Пока никто не может вытащить такси из котлована. Алло? Что делает самая лучшая сестра на свете? Учит уроки, а самый лучший брат на свете что делает? Да у меня все хорошо. Ты никуда не выходи, я сейчас приеду. Ты серьезно? Конечно, серьезно. Только закончи делать уроки до того, как я приду. Хорошо, не переживай. Стойте, стойте, перестаньте. Стойте, стойте. Сейчас, доченька. Сейчас, сейчас. Скоро приедет подъемный кран. Сильно болит нога. Сильно болит. Я ее больше не чувствую. Не говори так, доченька. Нас скоро вытащат отсюда. Господа Гульсирен, постарайтесь успокоиться, пока мы не сможем спуститься к вам. Почва слишком неустойчивая. Сюда приехал подъемный кран. Мы опустим вам крюк. Вы должны его зацепить за автомобиль. Слышите? Хорошо, хорошо. Пожалуйста, сделайте это спокойно. Ладно. Вместе мы справимся, слышите? Не кладите трубку, ладно? Ладно, отправляйте крюк, я подцеплю. И я не кладу трубку. Я жду. Опускайте ровно. Ровнее. Нет, стойте, стойте. Нет. Почему мама задерживается? Даже не позвонила мне. Может, сама позвонить? Ну, зачем ты все драматизируешь? Я пришел раз в сто лет, а ты со мной время провести не хочешь. Мне уйти? Прости, согласна, я виновата. Какой же ты ревнивый стал. Не надо так. Конечно, ревнивый. Я должен быть первым и единственным. Присаживайся. Хорошо. Видите? Синан. Отсюда ничего не видно, но действовать надо немедленно. По-другому спуститься вниз никак нельзя. К сожалению, без риска для жизни туда по-другому не спустишься. Надо узнать, какая интенсивность кровотечения. Может начаться атрофирование клеток. Что это значит? Ей нужно срочно остановить кровотечение. И что мы будем делать? Синан, что делать? Я хочу поговорить с Кивсирен. Конечно. Алло. Оскан, братец, что там происходит? В каком смысле? Их вытащили? Скоро трансляция закончится, я волнуюсь. Скажи мне, лучше вытащили их о зал или нет? Скажи мне. Пока еще нет. И что теперь будет? Их когда вытащат оттуда? Ну, ты же там. Ну, откуда мне знать? Оскан, послушай меня. Оскан, соверши геройский поступок. Какой еще геройский поступок? Слушай меня внимательно, братец. Пусть тебя обвяжут веревками и опустят в котлован. Хватай хазал и выноси ее оттуда. Как же я не додумался до этого, сестра. Ты просто гений дедукции. Учись у своей сестры, пока она жива. Ты полаумная старуха. Тут столько спасателей и инженеров. Ты считаешь себя умнее их? Ты... Ты издеваешься надо мной, да? Видите ли, я должен обвязаться и спуститься вниз. Словно за водой в колодец. Дану тебя. Тугадун. Доченька, милая, крепись. Мы скоро выберемся отсюда. Слышишь меня? Мама. Мама, у меня очень сильно болит нога. Мама, я хочу спать. Нет, нет, хазал, хазал, не засыпай. Хазал, доченька, доченька. Хазал, хазал. Слышишь меня? Помогите, кто-нибудь. Моя дочь умирает. Госпожа Люссирен, вы меня слышите? Слышу, слышу. Моя дочь умирает. Спасите. Госпожа Люссирен, я задам вам пару вопросов, чтобы понять состояние хазал. Хорошо, задавайте. Как ее нога? Кровотечение сильное? Нет, кровотечения почти нет. Нет, ногу придавило автомобилем. Мы не можем ее вытащить. Не можем, понимаете? Опишите точнее. Что я могу описать? Нога под автомобилем. У нее цианоз. Что? Скажите на понятном языке. У нее нарушено кровоснабжение. Нога затекла. И как долго они уже там? Больше четырех часов. Что там происходит? Из-за цианозы у нее начали отмирать клетки. Надо немедленно ее вытащить оттуда. И что мы будем делать? Мы потеряем или хазал, или она лишится надеи. Синон, что ты такое говоришь? Что значит потеряем? Ты с ума сошел. Обязательно должен быть выход. Может, еще раз попробуем? До тех пор, пока мы не освободим ее ногу из-под машины, ничего не поможет. О, Всевышний! Спаси и сохрани мою дочь! Дай мне сил! Субтитры создавал DimaTorzok Не отвечает. Не отвечает. Наверное, поехала на место происшествия. Может быть. Мы благодарим нашего специального корреспондента и ждем от него новостей с места происшествия. Я так с ума сойду. Я поехала туда. И зачем, милая? Тебя не пустят. Там все перекрыла полиция. Давай побудем тут. Хотя бы будем в курсе событий. Мы будем спокойно сидеть и ждать, пока они там борются со смертью. Я не могу сидеть сложа руки. Сынок, ты сделал уроки? Я хочу посмотреть телевизор. Никакого телевизора. Дырья, что ты делаешь? Я сейчас поставлю ему мультики. Смотри, мой хороший. Давай, смотри. Мама, а есть печенье? Есть, сынок, есть. Тогда принеси печенье. Пойдем, поможешь. Давай. Иди сюда. Я поеду к Дженсу. Может быть, она что-нибудь знает. Я ей звонила. Она не ответила. Возможно, ее нет дома. Я поеду. Ладно. Оставляю, Серкана, на тебя. Конечно, конечно. Сообщи мне новости. Договорились? Держи меня в курсе. Вот твоя вода. Шейда звонит. Дженсу, мы договорились. Никакого интернета и телефона. Но это Шейда, мне неудобно. Не обидится. Обещаю, поговорю всего пару минут. Хотя бы один вечер. Проведите без сплетен. Озан, ты упомянул сплетни, и я кое-что вспомнила. Знаешь, что сделала Хазал? И что сделала Хазал? Думаю, ты об этом все равно узнаешь, так как маме Деляри все расскажет. Что случилось, Дженсу? Ее поймали, когда она списывала. Что? Ей назначат дисциплинарное наказание. Вот ей влетит от мамы. Да, это ужасно. Но прошу, не говори об этом маме Гельсирен. Дженсу, где я могу сказать об этом сестре Гельсирен? Не знаю. Все так сильно запутанно. А нам-то какое до этого дело? Это не наши проблемы. А ты мне поесть ничего не принесешь? Есть легендарный торт моей мамы. Сейчас принесу. Давай, неси. И еще есть вот это. Сколько дашь за все? Другому я бы дал тысячу, а тебе дам тысячу двести лир. Один только планшет стоит тысячу лир. Ты это делаешь, потому что я в безвыходной ситуации? Дело твое, брат. Я тебя не заставляю продавать. Продай тому, кто даст больше. Ладно, я пошел. Хорошо, хорошо. А за телевизор сколько дашь? Какая диагональ экрана? 102 сантиметра. Full HD. Есть еще выход в интернет? А ну-ка, включи, гляну. Что там смотреть? Ты что, в жизни никогда телевизора не видел? Что ты ломаешься? Ну, как можно покупать товар, не проверив? Может, он сломан? Откуда я могу знать? Утверждает, что одна из пострадавших – дочь главы компании Dark. Судьба пострадавших в аварии в строительном котловане до сих пор не решилась. Следите за нашими новостями в следующих выпусках. Неплохой телевизор. Дам тысячу. Осторожней. 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 Прилягте Отойдите, отойдите, не мешайте Что вы делаете, господин? Туда нельзя, понимаете? Пожалуйста, господин Стойте Господин Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Отведите меня к Хазал Прошу вас, успокойтесь, с вашей дочерью все в порядке Сейчас мне нужно осмотреть вас Я прошу, отведите меня к Хазал Со мной все в порядке Как ее состояние? Все хорошо Будем ждать результатов остальных тестов О, Зан, я не могу так Мама никогда так надолго не уходила Я должна ей позвонить Пришла Сестра Дырья? Здравствуйте, дети, как вы? Сестра Дырья С мамой все в порядке? Нет, милая Но вроде бы уже все хорошо Они сказал, попали в небольшую аварию Но с ними все хорошо, не переживай Они сейчас в больнице Я узнала про это по дороге О, Зан, поехали в больницу Джан Сума, в этом нет необходимости С ними все в порядке И мама просила, чтобы ты оставалась дома Джан Сума, все равно ничем не сможем помочь Не переживай, милая С ними все в порядке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя дочь чуть не умерла Но все уже хорошо Все будет хорошо Эта адвокатша сказала, что заберет половину отсуженных денег Два с половиной миллиона Такую цифру даже произнести занимает много времени Знаешь, сколько налей в этой сумме? Но почему вы должны позволить этой адвокатше захапать эти деньги? Я же не сказал, что отказываюсь от иска против больницы Я отказался от второго Ты должен подать иск против больницы и на опекунство Я не осилю второй иск Почему? Почему сами? Джохан Горпенар мне не по зубам Он глава компании ДАРК Слушай, у тебя вообще мозгов нет? Подай оба иска Захапаем себе деньги с иска против больницы А со вторым, что будет, то и будет Думаю, с этим может справиться господин Яшар Кто такой Яшар? Наш босс Хозяин адвокатской конторы Ты хочешь, чтобы твой начальник захапал все деньги? Господин Яшар выиграет оба дела Но услуги его стоят дорого Нам останется только тысяч двести То есть ты говоришь, что он заберет львиную пилю суммы Зато мы получим свои комиссионные То есть это лучше, чем ничего, да? Месяц спустя Что ты делаешь, Елдарем? Здравствуй, Джандар Выйди из машины Успокойся, давай поговорим Дело в суде Если хочешь, чтобы я отказалась от него Не дождешься, Елдарем Чего ты хочешь от Джихана? Мне нет дела до Джихана Ты и сам знаешь У меня свои счеты с Дилярой Послушай Может быть, ты не знаешь Но иск, который ты подала на Диляру Напрямую касается и Джихана А что поделаешь? Иногда вместе с сухими дровами горят мокрые Джандан, не делай этого Ты знаешь, как Джихан любит Джансу Не делай этого А разве не ты адвокат Джихана Елдарем? Сделай свое дело и выиграй иск Все в твоих руках Джандан, мы выиграем это дело И ты пожалеешь обо всем, что ты сделала Так и знай Встретимся в суде, милый Конечно, встретимся, милая Субтитры создавал DimaTorzok Мама Доброе утро, доченька Мама Что ты здесь делаешь? Ничего, милая Просто смотрела, как ты спишь У тебя все хорошо? Все хорошо, милая Как только вспоминаю эту аварию, с ума схожу Я испугалась, что могу потерять тебя Не переживай, я всегда буду рядом Я знаю Я тебя люблю Я тебя тоже сильно люблю Когда нас поднимают, вдруг веревки обрываются Я начинаю кричать Хазал! Все исчезает во тьме, и я просыпаюсь Да что ты, ты до сих пор видишь один и тот же кошмар Это было ужасно, сердце бешено билось Я проснулась от страха Вся в поту Дульсирен, прошло столько времени Постарайся забыть это Это постоянно у меня, во всех снах Может обратиться за помощью к психологу? Да нет, нет, со мной все в порядке Все хорошо Ну как хочешь Все хорошо, Хазал ничего не помнит Она не смогла бы восстановиться психологически Я говорила с ней вчера вечером Голос был бодрый Я тоже разговаривал с ней У него все в порядке Мне жаль, что я не был рядом с вами в день аварии, Гельсирен Тебе не в чем себя винить, Джихан Откуда ты мог знать, что случится что-то подобное? Этого никто не мог предугадать Никто! Не знаю Просто прошу прощения Надеюсь, друзья Хазал не покажут ей аварию в интернете? Они ничего не найдут Я удалил из интернета все записи Очень хорошо Но я еще раз пересмотрел все записи Какая же ты смелая, Гельсирен Ты удивительно сильная женщина Ты сделала невозможно Ты прекрасная мать Любая мать поступила бы так же Дело не только в этом Ты на самом деле очень сильная женщина Джансу и Хазал им очень повезло У них есть такая мать, как ты И, конечно же, я везунчик Давай больше не будем вспоминать эту аварию Забудем обо всем Слушай, Элдерэм И чего ты добился? Добро пожаловать, господин СНР Здравствуйте, госпожа Дилера Познакомьтесь с моим отцом Рахмей Гюрпенар Господин Сонер наш новый адвокат Приятно познакомиться Мне тоже приятно Присаживайтесь Благодарю, у меня мало времени Госпожа Дилера, я уже говорил вам по телефону Судья принял иск о том, чтобы дать вашей дочери Фамилию ее родного отца Что? Как так? К сожалению, это так, папа Оскан стал настоящей бедой для нашей семьи Нам надо всем вместе обдумать эту ситуацию Во-первых, так как вы еще не развелись Нам надо сплотить наши силы с адвокатом господина Джихана Господин Эмолдырымом Я понимаю Но вначале хочу вас поправить, господин Сонер Мы не на стадии развода Мы с Джиханом ни в коем случае не разведемся Примите это к сведению Я пойду Я оставила Дырью одну в кафе Наверное, она сильно устала Хорошо, хорошо Но думаю, она справится Люсселен? Здравствуй, как ты? Здравствуй, все хорошо Приятного аппетита Я ухожу Садись Ну что? Значит, судья принял иск Вообще удивительно Ведь адвоката Скана Джендан Послушай, давай не будем об этом говорить Я просто в бешенстве Какая неблагодарная женщина Стала адвокатом благодаря тебе И теперь идет против тебя Разве ты сам не знаешь, как люди меняют деньги? Джендан любит их Конечно, знаю Она уже почуяла запах компенсации Подала иск на больницу Требует 500 тысяч за материальный ущерб И 5 миллионов за моральный 5 миллионов? Да, иск против больницы интересен и нам Мы потребуем от больницы ту же самую сумму Правильно, такой же иск подадим и мы И если выиграем, отдадим деньги на благотворительность от имени Дженсу Я хочу, чтобы судья знал об этом Хорошо Меня сейчас больше интересует положение Дженсу Что будем делать, Элдором? Да, я понимаю Я думал, что слушание назначат после праздников Но судья назначил ближайшую дату У нас мало времени И что? Я отправил запрос в Германию Надеюсь получить записи по уголовным делам Оскана Обещали, что отправят скоро Ты думаешь, от этого будет польза? Конечно будет Иск против больницы в шляпе Со следующего слушания они сядут с нами за стол переговоров Второй иск важнее для нас Истинную победу мы одержим там Дайте мою фамилию Дженсу Пускай ее запишут как Дженсу Гюльпенар И что? Тогда просите у меня, что хотите Я буду спать у вашего порога, как верный пес Все не так просто, Оскан Судья принял наш иск Но еще неизвестно, на чью сторону он встанет Нам надо очень хорошо подготовиться к этому судебному процессу Как дела со страховкой? Я встретился с кое-какими людьми, но пока ничего не получилось Что значит не получилось? Оскан, ты хоть понимаешь, насколько это важно? Я стараюсь Стараешься? На суде Илдерым выложит всю подноготную Он на тебя такое раскопает, что тебе и в голову не придет И во сне не приснится Он приведет психолога И они будут утверждать, что с тобой у Дженсу расстроится психика Если мы не докажем суде, что ты порядочный гражданин И любящий отец Он не то, чтобы Дженсу твою фамилию не даст Он тебя к ней на 500 метров не подпустит Я сам сильно раскаиваюсь в своих прошлых грехах Будь у меня возможность, я бы все исправил и никогда бы так не поступил Но она моя дочь, она моя родная дочь Мы же Дженсу безумно любим друг друга Оскан, я тебя прошу, перестань пороть чушь Как судья тебе может доверять? У тебя нет работы, нет страховки, нет дома, нет жены Тебе даже один раз увидеться с ребенком не дадут Ты понимаешь это? И что мы будем делать? Как зовут твоего друга, хозяина автомастерской? Энгин Энгин Поговори с Энгином Пусть он укажет, что ты работаешь и твоя заработная плата 4000 лир Сколько? 4000? Заработок всей мастерской в месяц и то меньше Сколько денег ты получаешь в неделю? Я не получаю деньги каждую неделю, я работаю сдельно Что сделал, зато и платят Ладно, я поняла Ты будешь сам лично давать Энгину 4000 лир И он покажет в документах, что ты работаешь и у тебя есть страховка Простите, но где я буду брать столько денег? Я тебе их буду давать Рассчитаемся после того, как получишь компенсацию Супер, тогда договорились А я уже думал, что мне делать Турчия, зайди в мой кабинет, пожалуйста Слушаю, госпожа Джандан Турчия, выпиши господину Оскану чек на 6000 лир и пусть он подпишет расписку Слушаюсь 6000 хватит? Конечно, хватит Но я хотел кое-что сказать Может, сделаем сумму 10 тысяч? У меня есть небольшие долги Сделаем не проблема Деньги твои, и ты можешь их тратить, как хочешь Супер, значит, договорились Ладно, я пойду Это еще не все, Оскан Что? Отныне ты должен вести себя благоразумно Больше никаких приводов в полицию Больше никаких драк, ссор и хулиганства Договорились Пойду в бухгалтерию Ты только посмотри на нее, какая же она высокомерная Чуть не умерла, и теперь ей слово сказать нельзя Успокойся Какое тебе дело до нее? Она меня нервирует, Джансу Я на нее спокойно смотреть не могу Мы уже смирились с тем, что она такая Но почему вы смирились? Тетя Гюльсирен спасла ей жизнь А она даже не поблагодарила Понимаешь? Поблагодарила, если это можно так назвать Если бы моя мама рисковала ради меня своей жизнью Я бы никогда не бросила ее Хотя, если бы она приехала жить с нами Все нервы нам потрепала бы Не преувеличивай Пусть все будет хорошо, Казал Раз уж ты пришла на учебу, значит, с тобой все в порядке Конечно Моя мама не отпустила бы меня, если бы я не поправилась Конечно, нет Но вы бы видели мою маму Ночами не отходит от изголовья моей постели Все спрашивает, как я Нужно ли мне что-нибудь Мы вернулись с того света А как твоя вторая мама? С ней все хорошо? Она-то тут при чем? Разве мы о ней говорили? Я просто спросила Ах, Гюльсириан Думаешь, у тебя есть кафе, значит, с людьми можно не считаться Ненадолго это Здравствуйте Добро пожаловать Добро пожаловать Здравствуй, моя дорогая Я все дела на тебя повесила и ушла Что за глупости? Вы завтракали с господином Джиханом? Да, мы посидели, поговорили Правильно сделали Что с разводом? Я совсем забыла тебе сказать Судья отложил слушание Думаю, это опять дело Руделяры Мы больше всего продаем бюреков с сыром Пойду их готовить Ладно, хорошо, пусть будет так Как это ты не заплатишь? Не заплачу и все Я разве просил тебя ремонтировать? Просил просто посмотреть Что же я за невезучий человек? Проблемы просто по битам за мной Ты заплатишь? Не буду оплатить Нет, ты мне заплатишь Я тебе устрою А ну-ка, стой Стой, подлец Подлец Что случилось? Всех придурков словно тянет сюда Расскажи толком Сначала этот подонок пришел и попросил починить ему машину Сказал, что потом заплатит А теперь отказывается платить В этой стране развелось слишком много подлецов и обманщиков Что за невезение? Приди я на пять минут раньше, я бы ему шею свернул Если подобное повторится, сразу мне звони А ты зачем сюда пришел? Я же тебе говорил, чтобы ты не приходил сюда Нет, брат, ты не говорил не приходить Ты сказал не приходить без денег Возьми И больше не выноси мне мозг тем, что гельсерен порушила у тебя все в мастерской Откуда у тебя столько денег? Бери и не задавай вопросов Что ты на меня так смотришь? Это чистые деньги Это часть от суммы будущей судебной компенсации Джандан дала мне денег, сказала, что потом рассчитаемся Но у меня к тебе есть просьба Оформи мне рабочую страховку Пожалуйста А что еще прикажете, господин Оскан? Может вам еще личный автомобиль выделить? Какая еще страховка? Что ты орешь? Я же не бесплатно прошу Я заплачу Ты что, язык проглотил? Дружище, перед тобой стоит миллионер Оскан Гюль Пынар На какую сумму ты подал иск? 500 тысяч материальной и 5 миллионов моральной компенсации В сумме 5,5 миллионов Что с тобой? Ладно, успокойся Энгин это только начало Впереди нас ждут беззаботные деньки Смотри, эту фотографию мы сделали на прошлой неделе Какой же он симпатичный на фотографиях А он и так симпатичный Я по нему просто с ума схожу Но, к сожалению, он мне как брат Глупая Неужели ты не понравилась ему? Ой, ку, ты шутишь? Он вылитый Леонардо Ди Каприо Думаешь, я ему могу понравиться? Конечно же он симпатичный Чей он, брат? Этим летом мы поедем в Эдинбург Я впервые буду выступать за национальную сборную Что? Как же я завидую тебе, с кем поедешь? Мама, папа, Озан и я Классно Что это был за ужас, Хазал? Мы в прямом эфире следили за твоей мамой Она от волнения чуть не умерла Говорят, это было впечатляюще Даже не верится А разве ты не смотрел? Смотрел, но не прямую трансляцию Я потом в интернете глянул Но ведь в интернете ничего нет Я искал, но ничего не нашел Ты ничего и не найдешь Спустя пару дней папа сказал, чтобы все видео удалили из интернета А зачем? Врачи запретили смотреть Это может расстроить мою психику Тоже верно А что ты делаешь после учебы? А зачем тебе? Можно было бы потусовать вместе? Нет, мне надо идти домой Слишком много задают домашнего задания Ладно Как же мне надоела эта учеба Хазал Ладно, пока Пока Хазал, я видела Дженсу в столовой Я тоже видела Она вместе с Шейдой и Тойку сплетничала Опять обо мне сплетни распускали Дженсу летом едет в Эдинбург Вместе с ее мамой Гельсерен, ее отцом и Озаном Как это? Вчетвером? Что за глупости? Это невозможно Если Озан поедет с ними, мама его убьет Но она именно так и сказала Она показывала девочкам фотографии Озан приходил к ним на ужин И они сделали там кучу селфи Не может быть Не защищай меня, доченька Это моя вина Это я посоветовал тебе привезти Оскана из Германии Но ведь я поддержала эту идею, папа Не надо было этого делать Пусть бы и гнил себе дальше в этих немецких тюрьмах Еще и кучу денег потратили Папа, поверьте мне Сейчас нет смысла искать виноватых Есть более важные дела Нельзя было доверять Дела Оскана Джан Дану Доченька, а почему ты испортила отношения с Джан Дану? Потому что я не могу закрывать глаза На столь вульгарное поведение Мама Оказывается, Джансу летом едет в Эдинбург С командой? Пусть едут, доченька А я тебя отправлю в Лондон Заодно и английский подтянешь Съездишь, отдохнешь Она едет не с командой, мама Они поедут вчетвером Джан Согель, Сирен, Папа и Озан Что? Не поняла Я тоже ничего не поняла Озан ходил к ним на ужин Там они и договорились насчет поездки Есть даже селфи Вот тебе на Хорошо, доченька Папа, вы это видели? В конце концов это случилось На моей стороне был только Озан Теперь она и его пытается прибрать к своим рукам Но эта женщина ни в чем не виновата Есть только один виноватый И мы прекрасно знаем, кто это Джихан Успокойся, не нервничай Сначала разузнаем, что к чему Я не справлюсь с этой женщиной Это просто невозможно Я не могу опуститься до ее уровня Доченька, давай сначала выясним детали Поймем Я прошу вас, папа О чем вы говорите? Вы же сами все видели Они были в доме у Глиссирен Даже сделали селфи Ты тоже нашла кого слушать? Ты говоришь, жизнь прекрасна А она слышит, беги, опасность Откуда нам знать, что они были в доме у Глиссирен? Вы хотите сказать, что Хазал лжет, папа? Не отвечает на звонки Может, он не слышит телефон Доченька, ты тоже какая-то странная Хазал запустила сплетню А ты сразу начинаешь нервничать Успокойся, возьми себя в руки Давай лучше поговорим об иске, касающемся Джансу Твой новый адвокат очень умный Я сразу понял Настоящий молодец Он верно заметил в иске, касающемся Джансу Вам с Джиханом надо объединить ваши силы О чем вы говорите, папа? Я Джихана видеть не хочу А после того, как он отвел Озана в тот дом Я даже с ним разговаривать не хочу И не буду Ладно, доченька, тогда разведись Разведись и освободись от этого бремени Не мучайся больше И Джансу отдай Пусть ее родной отец заберет ее у нас Оторвет от дедушки, матери Даст ей фамилию Заодно и с этой проблемой покончим Джихан этого не допустит Милая, Джандан притаилась Приготовилась к броску И ждет, как хищник Если вы с Джиханом не объедините силы Она, она вас обоих разорвет И что вы посоветуете, папа? Все очень просто Сядьте и обсудите с Джиханом эту проблему Ну, неужели же это так трудно? Спасибо На здоровье У тебя руки ледяные? А у тебя теплые Так лучше? Почему у тебя такой грустный взгляд? Даже не знаю, Гельсерен Я жду тех дней Когда мне не надо будет смотреть на часы И не придется уходить из этого дома Задумался об этом Знаешь, а я думаю о том, что наши девочки здоровы И я могу видеться с тобой Да, это так С проблемами мы вроде справляемся Конечно, не все гладко Но я могу видеться с тобой Хорошо, что ты есть в моей жизни Мне повезло Мне тоже повезло Не знаю, что бы я без тебя делала Папа! Доченька Ты закончила делать уроки? Закончила Я хотела кое-что спросить В Эдинбурге мы остановимся в отеле В котором были в прошлый раз Или в другом? Отель был хороший Я не знаю, дочка Может быть, остановимся в другом отеле Можно даже дом снять Вариантов много Ты прав Еще даже насчет соревнований Ничего не известно И к тому же уже слишком поздно Я ухожу Ложись спать Слушай, пойдем в другое место Я не хочу провести здесь весь вечер Скоро пойдем, Эгей Потерпи немного, брат Пойдем гамбургеров Пойдем Не переживай Куда ты торопишься? Лузан Кстати, а что ты решил Насчет университета? В Европе будешь учиться? Мама настаивает На Колумбийском университете Но я думаю Никуда не поеду, наверное Останусь здесь И правильно Не уезжай, брат Уедешь и забудем друг друга Как говорится С глаз долой И сердце вон Зачем? Согласен с тобой А что твои говорят? Даже не спрашивай Отец пристал Чтобы я поехал учиться На программиста в Германию Я дома даже раскладку клавиатуры Поменять не могу Какой из меня программист? Ну попробуй ему это объяснить Ну а ты на кого хочешь учиться? Наверное на экономиста Пока не определился Думаю еще Погоди-ка Мюге? Почему не Мерве? Простите Я перепутал вас Со своей знакомой С Мюге? Откуда вы знаете ее имя? Ты только что сам его назвал Точно Вы правы Прошу прощения еще раз Приятного вечера В чем дело, брат? Ты опять кого-то принял за Мюге? На секунду показалось Позан, зачем мы сюда пришли? Есть гамбургер? Дружище Соберись Наведи порядок у тебя в голове Она тебя обворовала и исчезла И все Забудь уже об этом Забудь о ней Брат, я понимаю Что все длилось недолго Это были короткие отношения Но у нас много общих воспоминаний И так просто забыть не получается Не понимаю К чему эта сентиментальность, брат? Какие еще воспоминания? Боль от расставания не вечно Ты знаешь, у меня есть прекрасный личный девиз Приходящим хай, уходящим бай Хватит себя изводить Доедай и пошли отсюда Ладно Любимая моя, доченька Спокойной ночи И тебе И чтобы во сне увидел меня Пусть так и будет Спокойной ночи И тебе тоже Я бы хотел присниться тебе во сне Счастливо А если он придет только под утро? Это не важно, папа Если он придет под утро, я буду ждать его Ложись спать Завтра поговорите Папа, я все равно не смогу уснуть Вы не ждите меня, ложитесь спать Нет, мне тоже спать не хочется Весь сон пропал Озан мой сын, папа И какие можно сделать выводы из того, что он ходит в дом к этой женщине Это значит, он принял содержанку своего отца Не торопись обвинять Озана заранее Потерпи немного Папа, прошу вас Я же говорил тебе, Диляра Эта женщина просто стихийное бедствие Кто знает, что она наговорила ему, что он ей поверил Мы не знаем ничего Озану 18 лет, папа Эту женщину надо опасаться Нищая королева по-другому и не назовешь Про нищую я поняла, а почему королева? Потому что она считает себя королевой Потому что видит к себе подобные отношения И спасибо моему безмозглому сыну Посадила я себя на шею, вот она и возомнила себя королевой Тут вы правы Ты злишься на Озана А мне что с Жиханом прикажешь делать? Папа, откуда во мне столько терпения, что я справляюсь со всем этим? Пришел Озан Мама, ты еще не спишь? Нет, не сплю Я хочу с тобой поговорить Пойдем к гостиную Что-то случилось? Нет, я хочу просто поговорить Раз уж ты не легла спать, значит что-то случилось Присаживайся, Озан Проходи, внучок Все понятно, время порки Что я опять натворил? И как вы меня на этот раз накажете? Буду мыть посуду в ресторане? Да? Или что-то еще? Прошу, будь серьезнее Ответь мне, пожалуйста, что это? Что это? Это фотография И где вы фотографировались? Ответь, сынок Где была сделана эта фотография? В доме, в котором живет Джансу В доме, в котором живет Джансу? Ты у отца научился так ловко выбираться из ситуаций? Мама Вы были в доме Герсерен, так и скажи Нет, мама, я был в доме Джансу Я был в гостях у Джансу Как ты можешь ходить в дом к этой женщине? Ты сидел за ее столом и ел приготовленную ей еду Как ты мог? Хватит, мама Джансу пригласила меня на ужин И мы просто посидели и поужинали Как тебе не стыдно, Озан? Как ты мог сесть за стол с этой женщиной? Мама, скажи, в чем моя вина? Я украл, убил Почему ты так разговариваешь со мной? Это просто ужин Дедушка, а что опять с мамой? Она права, внучок Зачем ты пошел в дом к этой женщине? Разве так можно? Дедушка Госпожа Герсерен, родная мать Джансу Озан, милый, эта женщина, любовница твоего отца Тебе уже 18 Не вижу смысла избегать употребления некоторых слов Назовем вещи своими именами Эта женщина, содержанка твоего отца Прости, мама, но я так не считаю Что? Не поняла? Тогда скажи мне, пожалуйста Кем она является твоему отцу? Озан, ответь мне Кем она является твоему отцу? Уже слишком поздно Мама, ложись спать Сынок, ты же сам называл ее содержанкой Разве не так? Если женатый мужчина снимает дом для женщины То эту женщину называют содержанкой Дедушка, этот дом папа снял для Джансу Он снял его для Джансу Так как Джансу была здесь несчастна Он снял этот дом, потому что Джансу захотела жить с госпожой Герсерен А кафе он открыл для того, чтобы обеспечить Джансу будущее? Не говори глупости, мама Папа не потратил на кафе ни гроша Какая прелесть Браво, как тебе прочистили мозги? Никто мне не прочищал мозги, мама Госпожа Гюльсерен, мать Джансу Хотя бы раз подумай об этом с этой стороны И спокойной ночи Кошмар просто Оскан Оскан Дрехнет Как сурок Что это такое? Какие деньжищи? Какие деньжищи? Надо же Ты что делаешь? Таскаешь деньги из моего кошелька? Так это твой кошелек? Что ты за человек такой? Переворовала у всех, теперь очередь дошла до родного брата Оскан, ты не можешь, проснувшись, начать свой день Не сказав какую-нибудь гадость, братец Я собственными глазами видел, как ты копалась в моем кошельке Я просто собралась постирать вещи Вот и решила проверить, что у тебя в карманах А потом мелочь падает в стиральную машину и она ломается Не лги мне, аферистка Я видел, как ты рылась в моем кошельке Думаешь, я такой идиот, что поведусь на ложь? Оскан, здесь 2350 евро, братец Евро, откуда они у тебя? Откуда? Откуда? Украл, тебе-то что? Хотя бы раз поговори нормально со мной Не кричи на свою несчастную сестру Это ты несчастная? Да ты самого шайтана обведешь вокруг пальца Да, я прибираюсь за тобой, готовлю тебе, стираю И уже смирилась с тем, что от тебя не дождешься благодарности Ну хотя бы один раз, всего лишь один разочек Скажи сестре хоть что-нибудь приятное Неужели тебе трудно это сделать? Скажи Все, хватит уже ныть Оскан, братец, я сейчас поменяю тебе твое постельное белье Ничего не трогай, я сейчас снова лягу спать Ну хорошо, братец, хорошо, ладно Тогда я потом поменяю постельное белье, Оскан Тогда я пойду и приготовлю завтрак тебе, братец Сделаю тебе яичницу, у нас и сыр есть Нарежу его тонкой соломкой, вместе с помидорами И литовым салатом Ну как тебе такой рецепт? Вкусно! Сестра, я в своей жизни видел много подлиз Но такой, как ты, просто не сыскать Дурак! Если организую чемпионат мира по подлизыванию Ты будешь бессменным чемпионом Подлизой Кереман А ну-ка, брысь! Иди чайник поставь А потом он просит себе спинку потереть Попроси еще Что он собирается делать с такими деньжищами? Не позволю! Доброе утро Доброе утро, моя сладкая Садись за стол Давай Опять столько вкусного наготовила мама моя Ты любишь вкусно поесть Мама Я видел лохозал на учебе Мы говорили с ней И что она сказала? С ней все в полном порядке Она спрашивала о тебе Спрашивала обо мне? И что она спрашивала обо мне? Спросила, как ты Мы не смогли с ней нормально поговорить Прозвенел звонок на урок Кстати, мама, помнишь Ойку? Да, Ойку помню Она может у нас переночевать? Конечно, может Когда она хочет прийти? Скажи Сегодня ночью Пусть приходит В твоей комнате места полно Что вам приготовить? Ты все готовишь превосходно Говори, что хочешь Можно шоколадный торт? Конечно, приготовлю Доброе утро, доченька Доброе утро, папа Кстати, Эмине Принеси мне чай Приготовь глазунью на сливочном масле Сможешь? Слушаюсь, господин Посыпать глазунью черным перцем? Да, посыпь Хорошо Вы утром слишком рано ушли И мне стало интересно, куда вы ходили Помнишь Суата Моего человека, с которым я тебя знакомил? Помню Я поручил ему кое-что Какие-то проблемы? Нет, нет Доченька, посмотри Это документы на кафе Гюль-Сирен Тут абсолютно все документы Включая отчеты по продажам Я попросил разузнать его Обо всем до мельчайших деталей Она открыла это заведение Вместе с женщиной по имени Дерия Дериджи 50-50 Ну, то есть 50 на 50 И доли Джихана в этом деле нет Вы хотите сказать? Нет, нет У Джихана нет доли в этом деле? Я и сам этого не понял Если бы Джихан хотел подарить Гюль-Сирен кафе Он просто купил бы ей и подарил Но она вместе с Дерьей взяла Какой-то потребительский кредит И сами они его выплачивают исправно Каждый месяц Понимаешь? Папа, неужели вы такой наивный? Ну, таково положение вещей, доченька? Неужели? Как вы думаете, кто платит за кредит? Конечно, Джихан Считаю, что я не думал об этом Вы сомневаетесь в этом, папа? Разве вы не видите? Джихан даже долю бизнеса не приобрел, чтобы не оставить следов Не напрасно я говорю, что эта женщина аферистка И прекрасно знает свое дело Мама, так нельзя Давай наймем кого-нибудь тебе помогать Ты сильно устаешь на работе Доченька, это работа, а это дом Разве можно устать от домашних дел в своем доме? И сколько я помню себя, всегда работала Затраты, платим за кредит Кредит большой? Половину заработанного отдаем туда Почему папа не помогает нам? А почему он должен нам помогать? Какое он отношение имеет к кафе? Вы же в затруднительном положении Пусть он вам поможет Что тут такого? Доченька, смотри До сегодняшнего дня я работала И сама зарабатывала себе на жизнь Я не хочу ни у кого просить помощи Но если тебе здесь совсем некомфортно, милая, то... Что значит совсем некомфортно? Ты же помогаешь мне по дому Прибираешь все у себя в комнате Я понимаю, тебе не нравится это делать Мне нравится Выслушай меня, пожалуйста Джансу Если ты хочешь жить в особняке Я отнесусь к этому с пониманием Пожалуйста, скажи мне об этом Мама, неужели ты до сих пор меня еще не узнала? Как ты можешь так говорить? Мама, мне нет дела до денег, особняка, роскоши Я не такой человек Совсем не такой Я не это имела в виду У тебя в особняке была роскошная жизнь А тебе пришлось переехать сюда Мам, мне не важно, где жить В квартире, в палатке, на улице Я просто хочу быть рядом с тобой Сколько раз еще можно это повторять? Прошу тебя, не говори больше так Хорошо? Пожалуйста Ладно, доченька Обещаешь? Обещаю Милая моя Смотри Сестра, я ищу одну свою подругу Она, кажется, живет в этом доме Давай я тебе помогу Кого ты ищешь? Кериман Кериман Общитепе Ты ее знаешь? Она моя старая подруга Ты ее откуда знаешь? Мы познакомились с ней в тюрьме Глазунья на сливочном масле уже готова Оскан Приступим уже Присаживайся После завтрака ты пойдешь в автомастерскую? Оскан Братец Я тебе кое-что скажу, но не кричи сразу Это ради твоего блага Ну что ты на меня так смотришь, Оскан? Просто интересно, какое яйцо на этот раз несет курочка Ты не можешь заработать столько денег, согласись Ни за какую работу столько денег не заплатят Просто так денег тоже никто не дает, Оскан Братец, откуда у тебя столько денег? Тебе какое дело? Если ты совершил какое-то преступление, то давай обсудим все Попробуй найти выход из ситуации, Оскан У тебя проблемы с психикой Клянусь тебе, ты душевно больная Оскан, я говорю это ради твоего блага Если с тобой что-то случится, то считай, что это случится и со мной Если ты так заботишься обо мне, почему не наняла адвоката, когда меня посадили? А ты почему не нанял для меня? Мне помогли посторонние люди Передай мне оливки Оскан, ты хоть иногда задумываешься, как я плачу за коммунальные услуги и кредит? Я же тебе дал денег Ты дал всего один раз, а дальше платить не надо Половину денег буду давать я, а вторую половину ты Гастарбайтер Кериман Ты и так получаешь большую пенсию Обещаешь платить каждый месяц половину? Обещаю Ты что, на золотодобывающей шахте работаешь? Откуда дует денежный ветер? Джандан дает мне деньги Джандан, который адвокат? Она приняла тебя на работу? Нет, она дает мне в счет будущей компенсации Ну, надо же Да будь ты проклят, Оскан Ты еще не получил денег, а уже начал их тратить Деньги мои, с тобой-то что происходит? Его деньги, видите ли А что это там, сестра? Где? Ай! Ты мне руку обжег О, дура Она пригласила тебя после того, как ты освободишься? А еще сказала обидеться, если не навещу ее Ну, надо же Она что, головой ударилась? Ты не знаешь, какие порядки за решеткой Осужденным вообще нельзя доверять Они тебя за секунду проглотят вместе с потрохами Я и заступилась за Кериман Она же порядочная, чистая Кериман порядочная? Да, она во дворе каждого Как ты да, обманула? А тебя Низакет зовут? Да, Низакет Низакет Может быть, мы говорим о разных женщинах по имени Кериман? У Керимана, которой я говорю, длинные черные волосы Черные глаза И она со мной приблизительно одного возраста Ну, надо же Кериман, которую я знаю, гроша никому не даст Совсем никому Нет, Кериман хорошая женщина Ты ее вообще не знаешь Оскан, братец, не делай этого Эта женщина тебя пытается надуть, это же очевидно Отстань Но, Оскан, она дает тебе деньги только потому, что ищет выгоду для себя Или зачем ей тебе потакать? Она тебя обдерет, как липку, братец Просто пораскинь своими мозгами Ну, хоть немножко подумай Отстань, я сказал Ну, Оскан, Осман говорит Знаешь, что он говорит? И не начинай про Османа Предупреждаю тебя, Кериман Если я еще раз увижу его у нас дома Я клянусь, я вам обоим шею посворачиваю У тебя только на меня силы хватает Шею он мне свернет Да ты пораскинь мозгами, я тебе говорю Эта женщина обдерет тебя до последней копейки, братец Неужели ты такой безмозглый? Да ты хоть раз прислушайся к совету старшего А ведь я твоя старшая сестра Прислушаться к тебе? Да ты сама для себя бесполезна Иди, чайник свистит Совсем с ума сошел Надо же, какой твердолобый Он же так все деньги потратит Даже гроша мне не даст Вот придурок, а? Ну нет Я тебе этого не позволю, Оскан Не позволю Если понадобится, из твоего горла достану Когда ты проглотить попытаешься Ты за кого меня принимаешь? И глазунью все съел, придурок Когда он умудрился слопать все четыре яйца? Я только отвернулась Больше не надо наливать, милая Я и так уже пять стаканов выпила Если еще и у Кериман выпьют, то давление поднимется А где дом Кериман? А это ее братец Оскан Оскан! Оскан! Не понимаю, почему не повернулся даже? Не обращай внимания Покажи, где она живет Пойдем вместе Их дом в той стороне Вон, видишь? Видишь? Ладно, пошли Пойдем Этот дом достался Оскану и Кериман от их отца У Оскана была жена, красавица, писанная звали Гельсерин Но он бросил ее и уехал в Германию Этот подъезд, да? Сестра не обессудь, подними чемодан наверх Мой братец просто хронический придурок Его идиотизм стремится к бесконечности Она просто пару раз улыбнулась ему Назвала его по имени Аон Рассудка лишился Ну надо же, Оскан Оскан, ты только попробуй позволить Джандат захапать эти деньги Я тебе тогда покажу, где раки зимуют Конечно же, конечно же Ключи в наше время еще не изобрели Ну надо же Зихра Ах, хотя же бросила этим заниматься Теперь ты принялась за это Кериман, я привела к тебе гостью Какую гостью? Сюрприз Кериман, как же высоко ты живешь Я уже думала, что конца этой лестницы не будет Дышать почти не могу Отец не мог тебе купить дом в нормальном месте Видишь, Зихра, она от удивления и сказать ничего не может Я тоже по тебе сильно-сильно соскучилась, родная моя Тетушка, не закет Ты, 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 ты прекрасно выглядишь Какая тетушка? Ты старше меня А в тюрьме заставляла называть себя тетушкой Откинулась, помолодела что ли? Значит, поэтому ты меня так называла В тюрьме расклад был другой, там так положено А ты, кстати, тоже хорошо выглядишь Воздух свободы и на тебя хорошо действует Когда ты освободилась? Сегодня утром Утром освободилась и сразу ко мне Ой, завтрак готов Вот я везучий человек Ну что, присаживайся, подруга Позавтракаем, потом пойдешь Кериман, принеси мне тарелку Так А оливки есть? Есть маслины, сейчас принесу Вы что здесь делаете? А тебе какая разница? Я тебе сейчас в лоб, да? Тогда ты поймешь, какая мне разница Мы ждем брата Оскана Зачем вам Оскан? У нас к нему дело Что вы опять замышляете? Что происходит? Зачем пришли эти верзилы? Иди внутрь, я сейчас подойду Ну, зачем вы опять пришли? Все сильно затянулось И что вам надо? Нам нужны деньги, брат Возьмите А что это такое? Словно милость-то не даешь А? Брат Оскан Если мы больше не нужны, то скажи Мы пойдем своей дорогой Вы что, родились шестимесячными? Я же сказал, позвоню Ладно, счастливо Что ты опять проворачиваешь? Да ничего Слушай, мне больше проблемы не нужны Словно мне они нужны Как там со страховкой? Я проверю в интернете Если ты ее не оформил, тебе не сдобровать Если не доверяешь, можешь проваливать Что ты из себя строишь? Заработаешь деньги на ровном месте Я просто больше не хочу никаких проблем, понимаешь? Энгин, как только я получу деньги Мы станем с тобой партнерами Мы будем самым лучшим сервисным центром Для лучших немецких автомобилей Законно и официально Ну да, конечно Я вот на тебя посмотрю, если ты не получишь компенсацию Хоть расскажи что-нибудь хорошее Что ты все время каркаешь Да я о тебе думаю, дурак Если ты не сможешь получить компенсацию Эта женщина заставит тебя вернуть все до последнего гроша Ты думаешь, она дала бы мне столько денег Не будь уверена в выигрыше Предположим, худшее Представь, что мы проиграли дело И что она мне сделает? Да, конечно Ты зачем привела ее сюда? Кто тебя просил? Я тебя придушу Ты у меня спросила, хочу я этого или нет? Откуда я знаю, Кериман? Она мне сказала, что твоя закадычная подруга Думаешь, Хатиджи не привела бы ее сюда? Причем тут Хатиджи? Ей негде жить Мне стало ее так жаль Если тебе так жалко Отвела бы ее к себе домой У нее аппетит, как у носорога Она все за раз смела со стола Как я ее прокормлю? Будет есть, что будет, Кериман Зихра, ты подписала мой смертный приговор Оскан взбесится, когда придет Лучше я пойду Правильно, правильно Подкинула мне проблем Избегаешь Забери это Кериман Было бы хорошо принять ванну Я сильно устала Оставим банные процедуры на вечер А полотенце поменяю Но уже нехорошо пахнет Что я теперь буду делать? Что буду делать? Подруга Этим нельзя так пользоваться Это же спутниковые антенны Ты же так сломаешь Кериман, а где я буду спать? Ты собираешься ночевать здесь? Ты не помнишь, что ты сказала, сестра? Ты сказала, что я тебе как родная И могу пожить у тебя после освобождения Прям так и сказала А ты иди, иди поставь чайник Посидим, чаю попьем вдвоем Шевелись Ладно Все стали господами Все гоняют меня, как хотят Неужели я где-то что-то упустила? Ну что, брат, покупателей еще нет? Стал бы я тебе продавать мебель, если бы был покупатель Очень хороший дом За сколько продаешь? Ты хочешь его купить? Ну что ты издеваешься? Может, и куплю И как ты себе это представляешь? Ты хоть знаешь, сколько стоит этот дом? Если я назову тебе цену, у тебя челюсть отвиснет Да ладно Что ладно? Ты сначала посмотри на себя, а потом на дом, который хочешь купить Иди возьми себе в ипотеку какую-нибудь небольшую квартиру и плати за нее лет 15 Давай мои деньги Давай сюда деньги Ферхат Выгружай все обратно Мы ничего не берем Что ты делаешь? Мы же договорились Давай деньги А я передумал Ты уже загрузил все Давай мне мои деньги и уезжай отсюда Я передумал покупать Что ты мне сделаешь? Не бесси меня Я и так уже на пределе Давай деньги сюда, забирай товар и уезжай Кто ты такой, чтобы меня оскорблять? Ты докатился до того, что продаешь стул, на котором сидишь? Что ты выпендриваешься? Будь человеком, тогда, может, к тебе люди потянутся Нашелся мне А кто все это обратно понесет? Сам занесешь, не сломаешься Альпер, что случилось? Ты уже начал продавать вещи из дома? Что ты здесь делаешь? Решила проведать тебя К сожалению, ты в плачевном состоянии Напрасно ты выставил меня за порог Солмаз, мне и так плохо Убирайся отсюда, пока я не сорвал злость на тебе Ну вот Это визитка заведения, где я работаю Заскакивай как-нибудь Угощу тебя кофе Вильсирен, милая Отнеси это девочкам Пусть полакомится, спасибо Представляю, как им вдвоем весело И не говори Кстати, девочке, спрошу, пока не забыла Два бандюгана эти приходили сюда? Откуда у них столько смелости? Ты их напугала Наверное, от страха в штаны наложили Ладно, до завтра Передавай Дженсу привет А ты поцелуй за меня, Серкана Хорошо поцелую Вы до сих пор уроки делаете? А я готовлю ужин Что ты готовишь? Долму из виноградных листьев Любишь долму? Обожаю Хорошо, я позову вас, когда будет готова Тебе сильно повезло, Дженсу Твоя мама милая И не говори Она очень милая Да, она такая Давай доделаем уроки Здравствуйте Я мать Ойку Очень приятно А я мама Дженсу Позовите ее Я приехала ее забрать Дженсу Ойку Ужин готов? Я проголодалась Мама Зачем ты приехала? Собирайся Ойку Мы едем домой Почему? Здравствуйте, тетя Милек Здравствуйте, Дженсу Собирайся, доченька Мы с Ойку Делали домашнюю работу Еще не закончили Можно она чуть позже приедет? Доченька, ты меня слышишь? Пусть они закончат делать уроки А я сама отправлю ее домой Иди же Встретимся завтра на учебе, милая Бюреки были очень вкусные Спасибо большое На здоровье, доченька Спокойной ночи Что ты здесь делаешь? Как это, что я здесь делаю? Я сказала, пойду к Дженсу Ты разрешила Я думала, ты пойдешь к Деляре Откуда мне было знать, что ты пойдешь в дом к этой свержанке Ойку Если твой отец узнает, что ты была здесь Он такой скандал устроит Я пошутила и сказала, что она может прийти ко мне А она восприняла это всерьез За что же мне это все? Кереман Что? Дай мне полотенце Там же есть на вешалке Так оно использованное Использованное, но чистое Госпожи, ничего не нравится Как же мне полегчало Ты даже не представляешь Лучше дома ничего не может быть Как хорошо После камеры, как во дворце Неужели? Но лучше всего в своем доме В своем личном доме, а не в гостях Зачем выслушивать недовольство чужих людей? Кереман Этот дом действительно остался во мотоцель Или вы его снимаете Половина дома брата Но Коммунальные услуги должна оплачивать Кереман Всю домашнюю работу тоже должна делать Кереман Но ведь так нельзя Как ему не стыдно Да Он понятия о стыде не имеет Он и на голову пришибленный Никчемный человек Совсем Знаешь, сколько пришибленных я видела на своем веку Не обращай внимания Встань, поставь чайник, попьем чаю Встань сама, поставь чай Поднимайся, я сказала Я что, у себя дома должна тебе прислуживать? Ой-ой-ой Давай-давай, иди чайник поставь Ну вот Нашла что смотреть Она сказала, что пойдет к Дженсу, чтобы позаниматься Я разрешила Я подумала, что они придут сюда Но когда водитель сказал, что отвез их в район Этилер Я сильно удивилась Оказывается, он отвез Уйку в дом той женщины Я сразу же поехала забрать ее Представляешь, она еще мне предложила зайти в дом Просто немыслимо О, у тебя гости, Диляра Проходите, папа Мой свекр, Рахми Герпенар Госпожа Милет, Мамо и Ко, одноклассница Дженсу Очень приятно познакомиться Мне тоже, господин Рахми Присаживайтесь Присаживайтесь, папа Нет, не буду вам мешать Пожалуйста, папа, я хочу, чтобы вы услышали это Ну, раз уж ты настаиваешь Диляра, я надеюсь, ты поймешь все правильно Я не хочу тебя обижать Ты же понимаешь Я прекрасно тебя понимаю, Милек Знаю, ты желаешь нам только добра Сюда она может приходить, когда удобно И оставаться может здесь хоть на месяц Это не проблема Мое доверие к тебе безграничное Но я не могу позволить моей дочери быть в доме той женщины Я тебя понимаю Если честно, мне очень жаль Дженсу Я понимаю, что она ее родная мать Да и господин Джихан может сделать заявление в прессу Что вы разводитесь Но все равно это ужасно Даже если она родная мать Дженсу И если он снял дом чужой женщине Этому есть только одно название И не говорите, госпожа Сейчас мой сын переживает тяжелые времена И мы все молимся, чтобы все у него наладилось Я надеюсь, так и будет, господин Рахмей Все друзья, семьи сожалеют о случившемся Да Я слышала, что он не просто снял дом той женщине Он еще кондитерскую купил Диляра, прости за вопрос Но как ты это терпишь? Эта женщина назвала меня содержанкой, понимаешь? Содержанкой А потом забрала свою дочь и ушла Гюльсерен, ну что ты обращаешь внимание на всякие сплетни? Ты бы видела, как она на меня посмотрела С такой брезгливостью Словно у меня чума, от меня надо бежать Она даже руку мне не пожала Представляешь? Прошу тебя, не расстраивайся Из-за этих никчемных людишек они этого не стоят Дырья, я не могу с этим смириться Я так больше не могу Спасибо Приятно было познакомиться Мне тоже, господин Рахид Ждем вас в гости Диляра, надеюсь, ты не обиделась на меня? Нет, милая, конечно, не обиделась Я как мать посчитала своим долгом рассказать тебе об этом Я жду тебя в гости еще Удачного вам дня И вам тоже Вот до чего мы докатились, папа Вот, смотрите Значит, скрывать все это от людей уже нет смысла Да, вы правы Благодаря господину Джихану мы потеряли все Вплоть до уважения Джихан для всех стал человеком Который для своей содержанки снял дом и открыл дело Но это так и есть, доченька Разве это не правда? Даже не знаю, что сказать И я не знаю Я знала, что так и будет Я перешагнула через свое достоинство Испугалась, что могу потерять Джан Су Еще и Ускан Который непонятно, что может выкинуть в следующую секунду Не могла же я забрать девочку из особняка И заставить жить в этой нищете Поэтому я и согласилась Ты же знаешь Да, ты права Подруга милая, перестань так страдать Не надо было мне переезжать в этот дом Гульсирен Не вздумай и дома заплакать Ты так и джинсу расстроишь Соберись Возьми себя в руки Мастер, ты для начала сделай все замеры А когда господин Джихан придет Он сам объяснит тебе, что и как надо сделать Хорошо Что происходит, Азми? Добро пожаловать, госпожа Гульсирен Делают замеры для беседки Господин Джихан отправил человека И мы ему помогаем Ну хорошо, беседка, так беседка Джан Су знает, что Аскан Пудолыск? Еще нет Ты должен ей об этом сказать Он сумасшедший Может отправить ей электронное письмо Или позвонить Наведет смуту Обидит Джан Су Я знаю, Удары Мне надо поговорить с Джан Су с глазу на глаз Но не сейчас Сейчас не время Я не думаю, что Джандан откажется от этого дела Хотя и это под вопросом Если больница постарается с ними договориться Если больница постарается с ними договориться, то она может отказаться Единственное, чего я хочу Это чтобы моя дочь не расстраивалась Остальное мне безразлично Села и ноги вытянула Но за что? За что мне это все? Один ушел, вторая появилась Как же тяжелые мои грехи Раз столько бед на мою голову валится Низакет Ужин готов Иду Идет она Чтоб ты подавилась Поесть приготовила? Я голоден как волк Добро пожаловать, Оскан Кериман А что ты мне сразу не сказала? Что у тебя такой молодой, симпатичный брат? Спасибо, а с кем имею честь разговаривать? Оскан Это Низакет Низакет, это Оскан Оскан, Низакет моя подруга Она очень сильно помогла мне в тюрьме Делилась за решеткой со мной последним куском Приятно познакомиться И мне приятно А сейчас Она отсидела свой срок, вышла Несколько дней поживет у нас А что у нас на столе? Что за ужин вообще? А что не так? Зеленая фасоль, салат, соленья Чего еще тебе хочется? Какой с фасолью толк? Вот, на, на, возьми Вот Возьми эти деньги Купи нам небольшую бутылку водки Немного сыра и пород бивных Хорошо? Ну, если ты, конечно, не против Конечно, не против, сестра Сестрой он меня называет Я что ли в магазин пойду? Ну, тут же рядом, иди Как прикажете, господин Как прикажете Я руки пойду помою Она даже руку мне не пожала Она не принимает меня, как мать Джансу Дюльсерен Ты родная мать Джансу И никто не в силах это изменить Это было невоспитанностью со стороны этой женщины Почему ты расстраиваешься из-за этого? Ты ее больше никогда не увидишь Я не могу больше жить в этом доме Не могу, понимаешь? Дюльсерен Мы уже это обсуждали несколько месяцев назад У нас будут трудные дни Все сплотятся против нас Будет много проблем Но вместе мы справимся с этим Разве это не так? Мы же говорили об этом Да, мы это обсуждали Но сейчас я не знаю, что делать Не знаю Ты не хочешь жить, Джансу, Дюльсерен? Конечно же, хочу, что за вопросы И Хазал, и Джансу Это самое ценное, что у меня есть Вот тогда ради Джансу будь сильной Послушай, Джихан Эта женщина назвала меня Содержанкой Она пригнулась к уху своей дочери И спросила у нее, что она делает в доме у Содержанки У меня больше нет сил Я больше так не могу Юльсерен Прошу тебя, не плачь Пожалуйста Ну, пожалуйста Ты мне очень дорога Никогда об этом не забывай Ты женщина, с которой я хочу провести остаток жизни Ты женщина, которую я люблю Я хочу состариться вместе с тобой, Гельсерен Да, у нас будут тяжелые дни Но вместе мы справимся Прошу тебя Будь сильной Держись Держись Нас еще многое ждет впереди Мама, дверь закрыть? Я уже иду, доченька Ну, все Спасибо тебе Мама, Айку меня сильно расстроила Мы так хорошо сидели Она пришла и забрала ее Айку сказала, почему? Я спрашивала, но она ничего не ответила Она вообще какая-то странная была В смысле странная? Я и сама ничего не поняла Мама, не забрала ее Молодец, сестра Незакет Поешь просто душевно Дай пять Оскан, Оскан Значит, этот подлый богач Отобрал у тебя родную дочь, так? Будь проклят, этот несправедливый И не говори У меня сердце разрывается Пусть не разрывается Ты заберешь свою родную дочь Назло всем заберешь Да кто он вообще такой? Заберешь, говорю Твоими бы устами мед пить, сестра Хорошо, что ты пришла А ты чего виснешь? Иди чай поставь Разве с этим чай пьют, идиот? С этим как раз чай и пьют Ну да, конечно Чай с этим пьют Привет, что делаешь? Ничего не делаю Ты уходишь, потому что я пришла? Нет, я не закончила домашнюю работу Надо доделать Встретимся на уроке Что происходит? Что за отношения? Не знаю Она ведет себя так, как ушла от нас Приходи к нам в гости в конце недели Можно, конечно Я поговорю с моей мамой Лучше ты приходи к нам Я за Придешь к нам? Конечно, приду Но только с ночевкой Пойдем к нам в пятницу А в субботу сходим куда-нибудь Попрошу папу отвезти нас на пикник Думаю, это прекрасная идея Я просто не верю своим глазам Она же говорила, что Хазал ее раздражает Ты только посмотри на нее Подожди-ка минутку, Шейда Джан Су Мне кажется, Хазал настраивает девочек против тебя Не знаю, что она им говорит Не обрешай внимания Зачем мне подруга, которая ведет себя так со мной Из-за русской из них Хазал? Мне Айку вообще не нравилось Она с самого начала вела себя как-то странно Неадекватно Завидует Дура И половины заданного на дом сделать не может Что она из себя строит? Ладно, пойдем отсюда Она задумала недоброе Если бы не это, я бы и слова не сказала Она явно нацелилась захапать все деньги Оскана Вот это да Оскан вроде на умного парня похож Как она могла его обмануть? Как ты думаешь, на что может запасть наш придурок Оскан? Подумай сама Да Оскан это куча тестостерона Вот значит, как это вертихвостка дурит голову Оскану Не позволю Надо ей помешать Да я тебя расцелую, Низакет Как вовремя ты появилась, подруга Оскан меня совсем не слушает Убеди его отказаться от этой адвокатши Надо нанять в адвокаты сами Племянника Османа Не переживай Если мы объединим наши силы То с легкостью переубедим твоего брата Так что не переживай Смотри, какое хорошее место Туда нельзя Это заведение нашей экс-невестки Жены Оскана? Да С которой он развелся Ей это место купил ее хахаль Надо же Есть женщины на белом свете Да Только мы никому не приглянулись С чего это? Разве мы не женщины? Чем мы хуже их? Не знаю Но они явно что-то умеют А нам? С нашим умом этого не понять Пойдем отсюда, пока она не увидела нас Доченька, я уже пришла и жду тебя у входа Мама, ты зайди и займи место Через 15 минут буду Ладно, до встречи Нет, я подожду тебя на улице Зачем, мама? Зайди внутрь Закажи мне, пожалуйста, салат с рукколой Хорошо Только не задерживайся, пожалуйста Добрый день Добро пожаловать Здравствуйте Добро пожаловать, госпожа Здравствуйте Нас будет двое Скоро придет моя дочь Прекрасно Прошу вас Не верю своим глазам Госпожа Прошу Могу предложить вам наши рыбные блюда Если пожелаете Спасибо, я подожду Хорошо Как эта женщина может приходить сюда с алмаз? Неужели это дешевая забегаловка? Я и сама не понимаю, госпожа Позови сюда официанта Сейчас Слушаю вас Извините, госпожа Дочь просила заказать салат с рукколой Но я его не нашла Один салат с рукколой А мне стакан чая Вы меня простите Но этот столик уже заказан Ничего Мы сядем за другой столик К сожалению И этот столик уже занят Не поняла Простите, госпожа Но сегодня все столики заняты Мы ждем вас в другой день Субтитры сделал DimaTorzok Конец 23-й серии Фильм дублирован на студии Cinematon По заказу АО Агентства Хабар В 2015 году ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует...